Добрый день, дорогие господа и дамы! Дорогие друзья, мы с вами продолжаем изучать книгу Седоролан, сегодня у нас лекция номер 11, в которой мы поговорим о событиях, происходящих в нашей недельной главе, главе Толу-Дот, говорящей о жизни Якова Вин. Дело в том, что наш праотец Яков имеет некую характерную особенность его жизнеописаний в Торе, в том, что это первый человек, про которого мы с уверенностью можем сказать, что у нас есть его биография, у нас есть повествование о том, как проходит беременность его мамы с ним, у нас есть описание того, как момент, когда он рождается, у нас есть описание его подросткового периода, у нас есть описание его родозанятий, у нас есть описание событий, происходящих в его деятельности, отношения его с своим братом, соотношения его с родителями, у нас есть описание его работы, его жени, его детей, его скитаний по миру, его внутрисемейных отношений, его отношения с людьми вокруг него довольно детально записано. Но при этом достаточно ли у нас информации, чтобы составить некую хронологию жизни Якова? В действительности не совсем. Поэтому опять будем прибегать к самому методу, которую автор Седора Лама говорит, что строчь, которая приходит не для того, чтобы открыть, а для того, чтобы объяснить. Так, дорогие друзья, давайте приступим к нашему тексту и почитаем Седора Ламу, который нам говорит буквально следующее. Наш отец Яков, во время, когда он был благословлен своим отцом, ему было 63 года. В этот момент умер Бештель, как написано, и увидел Исав, что благословил Исхак Якова и сказал ему, «Иди, пода на раму, возьми себя оттуда жену». Послушался Яков своего отца, ушел туда и увидел Исав, что плохи в глазах его отца дочери Кнаана, и пошел Исав к Ишмаэлю. Давайте, может быть, даже поподробнее посмотрим, что говорится в Торе. В Торе говорится следующее. «И пошел Исав к Ишмаэлю, и взял Махалат, дочь Ишмаэля, сына Авраама, сестру Навайота, помимо своих жен, себе в жены». Из этого будет делаться заключение следующее. Говорит Седор Лам. Не надо было говорить, что она сестра Навайота. То есть Махалат, на которой женился Исав, написано, что она дочь Ишмаэля, сына Авраама, сестра Навайота. Зачем нужно было говорить, чья она сестра? Не нужно было этого говорить. А зачем же это тогда было сказано? Мы бы и без этого поняли, что она его сестра. Чтобы это нужно было говорить, научить нас, что Хедушин, то есть процесс обручения, произвел Ишмаэль, а потом умер и выдавал замуж Исаву и ее брат, брат Махалат, Навайот. Кстати, именно Навайот довольно исторически известное. Есть целое арабское племя Набатеянс, откуда, допустим, происходит мать царя Ирода. Они жили в современной Ордании, юга от нее. Частично вытеснили потомков Исава с их территории и жили к юго-востоку от Израиля. Вот такой Навайот. Так вот, зачем надо говорить, говорить было здесь Навайот? Единственная ли это интерпретация, что в этот момент умер Ишмаэль? Конечно же, нет. Возможно и другие интерпретации, но для того, чтобы иметь четкую отправную хронологическую точку по принципу Раби-Йоси, он должен здесь рассматривать, что это должно произойти, вот эта женитьба должна произойти в четко определяемый период жизни Ишмаэля. Раз здесь фигурирует Ишмаэль, его сын, его дочь, когда это произошло, это должно быть в четко определяемый момент жизни Ишмаэля. Момент жизни Ишмаэля в данном случае у нас будет следующий. Я вам приведу, как это более широко описывает Талмут, вавилонский Масахат Магилах. Зачем вообще в Торе было написано «Житие Ишмаэля», что он жил 137 лет? Ну зачем нам это нужно, говорит? У нас есть важная вещь, которую из этого мы можем учить, чтобы мы могли определить хронологические даты в жизни нашего праотца Якова. Как написано, что Ишмаэль жил 137 лет. Насколько старше Ишмаэль Ицхака? На 14 лет. Это у нас уже фигурирует в предыдущих лекциях. Аврам Авину было 86 лет, когда родился Ишмаэль. Ему было 100 лет, когда родился Ицхак. Получается, между Ицхаком и Ишмаэлем 14 лет. Опять, вопросы месяцев, я надеюсь, мы возвращаться уже не будем. Тут подразумевается, что все округленное. Дальше. А сколько лет было Ицхаком, когда родился Яков? 60 лет. Получается, что Яков младше Ишмаэля на 74 года. Дальше. Говорит Талмуд. Как мы учили, почему написано, что это сестра Навайота. Талмуд здесь цитирует Седер-Олам. И говорит, из того, что она, написано, что она дочка Ишмаэля, разве мы не понимаем из этого, что она сестра Навайота. Талмуд говорит, для чего же это было написано, научить себя, что осветил ее. То есть обручил правильность. А выдал замуж ее, Навайот ее в рак. Из этого получается, если мы, как говорится, опять это подведем все, откуда это получается? Вот у нас Ишмаэль 89 лет, когда умирает Авраам Авину. Авраам Авину в это время 75 лет. Яков Авину в это время 15 лет. 160 лет. Разница между Авраамом и Яковом. 100 лет, когда родился Ицхак, 60 лет после этого, когда родился Яков. То есть 15 лет. Получается, что разница между Ишмаэлем и Яков Авину. Как говорил Талмуд, нам даются года Ишмаэля для того, чтобы рассчитать периоды различной жизни Якова Авину. Между ними получается 74 года разницы. 74 года. Теперь. Ишмаэль прожил 137 лет. Если мы вычислим из 137 лет 74, у нас получается 63 года. то есть интерпретация Талмуда, для чего надо было сказать, точнее, Седора Лама, который вавилонский Талмуд принимает, цитирует, что нам надо найти, где-то это может среди жизни Ишмаэля было, может быть, это после смерти Ишмаэля вообще было, ну, тогда невозможно вообще ничего определить, это все серые зоны, где-то до смерти Ишмаэля тоже серые зоны. А вот смерть Ишмаэля – это конкретная, четкая, определяемая, корой данная цифра. 137 лет он жил. И раз так, то именно к этой определенной, четко определяемой цифре надо будет завязать событие благословения Якова, которое в Торе не имеет никакой хронологической даты. По-настоящему в Торе не написано, когда это было. Нам надо это с чем-то связать, и вот связывается это именно, что в это время умер Ишмаэль, зацепка идет, что это сестра Невайота, Невайота, это Махалат, была умер, Ишмаэль ее engagement сделал, то есть он обручил ее, а выдал замуж ее старший брат. Получается, что тогда Якову и Эсаву в это время 63 года. Опять, к этой цифре в данном случае можно прийти только, используя метод Робиоси, строчка Тора идет не скрыть, а объяснить, нам надо искать конкретную, четкую цифру, отсюда появляется вот это число 63, как в возрасте Якова Абин во время благословения. Является ли это единственной интерпретацией? Более, даже больше надо сказать. Является ли это интерпретацией без шероховатости? Шероховатости есть, и о шероховатостях поговорим сейчас с вами, и это, в принципе, довольно наглядно эти шероховатости видны, и мы увидим, как они решаются в Седер-У-Ламе, в флумуднической литературе вообще. Значит, одна из интерпретаций может быть очень простой. Может быть, Ишмаэль, упомянутый в нашей строчке, что пришел Эсав к Ишмаэлю. Может быть, Ишмаэль – это вообще не конкретный человек в данном случае, а кальпу. Племя Ишмаэля. И Навайот, его лидер, он выдает свою сестру, и замуж, engagement делает и так далее. То есть, в данном случае Ишмаэль может быть интерпретирована как народ, так же, как Исраэль является народом. Можно также сказать, что Навайот описывается здесь, потому что он является ее полным братом. То есть, если у Ишмаэля было несколько дочерей, потому что у него было несколько, от различных жен, то тогда неудивительно, что упоминается та дочка, которая сестра Навайот. Тогда в данном случае Навайот не лишняя идентификация, а Навайот это необходимая идентификация, потому что у Ишмаэля были и другие дочери, которые не являлись полными сестрами. Навайот. Также может быть еще и третья интерпретация, а может быть вообще по закону всех времен старший брат, который являлся наследником отца, даже при жизни отца имел право определять размер приданного, которое дается дочери, своей его сестренке в случае женитьбы. То есть многие вопросы интерпретации могли возникать, которые не обязательно гарантировали нам конкретную дату. Однако эти интерпретации для хронологических выводов они создают только серые зоны, как мы уже с вами сказали, серые зоны это не тот путь, по которому автор Северлама выбирает. Кстати, поскольку мы заговорили о женах Ишмаэля еврейской традиции во всех Медрашах написано, что у Ишмаэля было две жены, по крайней мере две жены. Причем вы знаете, это очень приятно это читать, интересно, у нас есть строчка в Торе, которая в голове в Иране, которая говорит буквально следующее, давайте с вами глянем на эту строчку, строчка говорит буквально следующее, Всевышний был с Наром, с Ишмаэлем, поигдал, и он вырос, с Ваешевами, он жил в пустыне, стал лучником, и жил он в пустыне Паран, протекахло имо, и мама взяла жену из земли Египта. Вот на эту строчку у нас существует, Аргумонкилус переводит ее также, Рафсадига на арабский язык переводит ее более-менее дословно, также. А вот очень интересен Таргум, который называется псевдо-йонатан в образованных кругах интеллектуальных, религиозных, а в кругах людей малообразованных он называется Таргум-йонатан-бен-узе-натур. Сейчас из этого перевода мы наглядно увидим с вами, что только к сожалению малообразованный человек может назвать, судя по всему, не читавший этот Аргум, и судя по всему, тоже не читавший Талмут, Масахат-Магила, может назвать, дать такое название этому переводу, переводу, сделанному явно в Израиле, явно где-то в 9-10 веке, в последней редакции его были сделаны. Ну, сейчас, посмотрите, как этот переводчик переводит эту строчку. Пишет он так, Ва-Я-Тэм-Вамид-Арадапаран, он жил в пустыне Паран, это нормально, Он сев-Итта, и он женился, взял жон себе, Я-Ай-Ша, взял жон себе, Ай-Ша, ватархе, и развелся с ним. Он сиба-Лей-Имэ, Я-Фатима-Иттами-Арадами-Саим, и взяла ему, мама его, Патиму, жыну из земли Египта. Ну, как говорится, для людей, которые, может быть, не знают истории, это имена ничего не значат, ну, есть Ай-Ша, есть Патима, но в действительности, здесь, когда они упоминаются рядом с Ишмаэлем, прародителем арабов, имена этих женщин не случайны. Ай-Ша – это третья и любимая жена Магомеда, основателя ислама, и святой человек для суннитов, и не очень авторитетный человек для шиитов. А Фатима – это дочка Магомеда, основателя ислама, и святой человек для шиитов, и не совсем уважаемый человек для суннитов. При этом потомки Фатимы руководили Египтом, Настей Фатимидой были. И вот здесь, в этом переводе, говорится, что Ай-Ша – хорошая жена, и с ней разводятся Ишмаэлем, а Фатима из Египта – она хорошая. И хорошая Фатима из Египта – это бесспорно показывает, что этот редактор жил в арабские времена, во времена Фатимидского халифата, может быть, даже во времена его владычества над Израилем, явно симпатизировал им больше, а может быть, они симпатизировали шииты, Фатимиды, симпатизировали евреям намного больше, а может быть, с суннитами были отношения более напряженные. То есть, вот в этом Медраше, понятно, что это никакой Йонатан Бенузель, живший 800 лет до этого, 900 лет до этого, не писал, тем более, что Талмуд Масахид Магила, а конкретно говорит, что Йонатан не переводил Хумаш, он переводил пророка в книге. Дай Бог здоровья всем тем, кто называет этот перевод Йонатана Бенузель. Ну, не будем, как говорится, заострять внимание на веселых моментах еврейской библиографии, а давайте посмотрим с вами на другой Медраж. Медраж Сефира Яша, скорее всего, вавилонского происхождения. Медраж. Ну, трудно сказать, опять, это очень трудно сказать, так здесь говорится о Ишмаэле, то же, что вот он начал жить в Кимфаран, и жена Ишмаэле, которая упоминается здесь, что написано здесь так, что сначала ему жена, его мама взяла ему, взяла ему жену из Египта, и звали ее Мариса. Мариса. Эта жена оказалась нехорошей, Аврам Авин обраковал ее, сказал, что она недостойная быть членом нашей семьи, и вот, пожалуйста, в Атиках Гагар Ливна Ишами Митсраим взяла Гагар своему сыну, жену из Египта, ее звали Мариса. Кстати, Мариса это хорошее латинское имя, Морица на американском языке это часто звучит, значит, морская, это латинизированное имя из Египта, может быть, когда это писалось, там, Медраж писался, там заправляли еще, может быть, римской провинции, византийская она была, и встречались такие имена. Мариса, ну, по-русски это была Маришка, Мариша, Мариночка, вот такая вот, но оказалось, она не совсем хорошая, она покрывала трехэтажными матюгами своего мужа периодически, детей, и как-то от нее Ишмаэль избавился, от этой Мариши, и вот женился потом на жене из Кнаана, вторая жена была хорошая, то есть, согласно сапера Яшар, первая жена из Египта, и зовут ее Мариночка, и она такая вот матершинница, и крамольница, а вторая жена Кнаанка, А из перевода, который в Израиле сделан, там наоборот как-то видно, что первая жена, она местная, вроде какая-то Аиша, совсем хорошая, а вот вторая, это Патима, она очень хорошая, ну, понятно, то есть, у Ишмаэля было много жен, и в любом случае, библиография еврейская, вот эти вот медражи и переводы очень часто и интересно отражают историческую реальность во времена их написания. Окей, едем дальше. То есть, интерпретации этой строчки могли бы быть, могло бы быть много, но опять, интерпретация, которая в данном случае признает Талмуд, это то, что Ишмаэль в это время умер, и на Байотке выдал ее замуж полностью. Теперь шероховатости с этой интерпретацией. Шероховатости будут сразу следующая строчка, следующая строчка вторая. не извиняюсь, не вторая. Следующая строчка в Седор-Ламе. Седор-Лам говорит, Яков Авину, Аса, Яков Авину, Яков, Верц, Исраэль, Юд, Далит, Шанам, Мутману, Мишамешет, Эвер. Яков Авину 14 лет учился у Эвера, своего предка, в Израиле. Запомните, это важная вещь. 14 лет в Израиле Яков Авину прятался и учился у Эвера. То есть, в 63 года Яков Авину выходит из дома, благословляет его папа, и в это же время он убегает и уходит, и в это же время Яков Авину попадает не в Падан-Арам, а попадает в Ешиву. Эвера в Израиле и там 14 лет живет. Откуда получается этот возраст 14 лет Ешивы? Он получается, верить или нет, как ни странно, если мы будем применять Седоро-Лам, принцип Седоро-Лама к жизни Якова Авину в перспективе, то есть, идти от более раннего возраста к более позднему, у нас получится один возраст, когда он ушел из дома. А если мы будем идти от конца его жизни в ретроспективе, применяя этот же метод Седоро-Лама, мы получаем другое число, другой возраст. Давайте посмотрим, для этого, дорогие друзья, нам понадобится, мы немножечко забежим вперед, но забежим вперед для того, чтобы как-то еще раскрыть тему нашей недельной главы, потому что 14 лет Ешивы не упоминается ни в предыдущей, ни в последующей главе, ни в нашей главе, а не где-то вот между этим шабатом, и тем шабатом, где-то между строчками Тора эти 14 лет проходят, 14 лет эти, автор Седоро-Лама эти 14 лет вот так вот создает, объясняет, показывает нам между строчками Тора. Давайте посмотрим, откуда эти 14 лет получаются. Еще раз, по-настоящему это, конечно же, шероховатость метода Седоро-Лама, но решается этот вопрос прекрасно. Давайте обратим внимание наше опять на чарт. Здесь нам понадобится немножечко другой чарт. чарт, вот этот уже знакомый с этим чартом. Эвер. Первое написано, что он 14 лет был в Эвере, у Эвера в Израиле. Нам надо будет разобраться с 14, с Эвером и с Израилем. Каждый из этих слов требует объяснения. Эвер здесь у нас вот этим розовым. Еще раз я скручу это сюда, вот он Эвер, и вот если мы посмотрим сюда, Эвер у нас розовый. Эвер умирает в возрасте 464 года. В это время Ицхак Авину точно 139 лет. Мы знаем, что Ицхак Авину старше Якова Авину на 60 лет. Получается, что Яков Авину, когда умирает Эвер, 79 лет. Все получается нормально. Если 63 года было Якову, когда он ушел из дома, 14 лет он был в Яшиве Шема Эвера, получается 63 плюс 14, 77. Через два года Шем, Эвер, извиняюсь, умирает после того, как Якова Авину от него ушел. То есть он бесспорно мог все эти 14 лет учиться у Эвера, Эвер был когда жив. Кстати, Седур-Лам это скажет, что Эвер умер через два года после того, как от него ушел Яков Авину. Опять это все получается из вот этих цифр. Если мы еще раз говорю, 63 года плюс 14 в Яшиве получается 70-70 лет, когда умирает Эвер это Яшива могла быть 14 лет, это бесспорно, это мы видим. Следующая вещь. Откуда мы эти 14 лет берем? Здесь немножечко непросто и интересно. Здесь надо будет посмотреть на другая таблица, обратите на нее внимание. Она немножко по-другому построена, можете не обращать на шкалу, идущую здесь наверху, посмотрите внизу. Абрам Авину приходит 75 лет в землю Кнаан, через 25 лет рождается Ицхак, Авраам Авину 100 лет через еще 60 лет рождается Яков Авину. Яков Авину прожил 130 лет до своего прихода в Египет. Когда Яков Авину приходит в Египет, он говорит фараону мне 130 лет. 130 лет Яков его сыну Йосефу, когда он стоит перед фараоном, когда его вытаскивают из тюрьмы, 30 лет. Это тоже открыто написано в Туре. После этого он говорит фараону, что будут 7 лет благоденствия, сытости, а потом плодородия, а потом будут еще 7 лет голода. Это тоже какие-то цифры, и мы можем их сложить и получить. Мы также знаем, что Яков Авину по окончанию двухлетнего периода голода переезжает в Египет. Получается 7 лет плодородия, 2 года голода это 9 лет. Получается, что когда Яков Авину переезжает в Египет, Йосефу становится 39 лет. То, что когда его вытащили из тюрьмы, было 30 лет. Прошло 7 лет плодородия, прошло 2 года голода, 39 лет, а его папе в это время 130 лет. Ага, у нас появляются интересные цифры. И получается, что мы с вами можем рассчитать разницу между Йосефом и Яковом. Давайте благополучным образом это сделаем. Когда Яков Авину 139 лет, извиняюсь, Йосефу 39 лет, получается, что разница между Яковом и Йосефом это 91 год. На каком ассамшене, на каких предположениях мы базируемся, что 2 года голода начались сразу после 2 лет, 7 лет плодородия, что 7 лет плодородия начались сразу же после того, как Йосеф вытащили из тюрьмы. Если это было все, между ними были какие-то промежутки, тогда возраст не рассчитываются, получаются серые зоны, а Седор Улам не признает серые зоны. Давайте обратим внимание на доску с вами. 91 год это разница между Яков Авином и Йосефом. У нас мы и знаем, что Яков Авину 20 лет работал у Лавана. 20 лет он это много раз, это горькие годы длили, он эту цифру много раз говорит, 20 лет я на тебя подпахивал. При этом мы также точно знаем, что из этих 20 лет, 14 лет он работал за двух жен. 7 лет за один раз и еще раз по 7 лет. 6 лет он работал за свою зарплату, получается. Яков Авину начинает требовать свою зарплату в Торе открытой, когда у него рождается Йосеф. Получается, что Йосеф родился через 14 лет после того, когда Яков Авину пришел к Лавану. Вот здесь у нас начинают вырисовываться даты. То есть получается, что Яков Авину пришел к Лавану согласно этому подсчету минус 14, когда ему было 77 лет. То есть история Учкудук три колодца происходила, то есть вторая из трех колодцев, первая была с Элезером и Ривкой, вторая с Яков Авину, третья будет с Мошерабейн. Получается, что история происходила, когда был Йосеф, когда Яков Авину 91 год родился, у него родился Йосеф, Йосеф у него родился, после 14 лет пребывания у Лавана, получается, что Яков Авину пришел к Лавану, когда ему было 77 лет, а мы сказали, что он вышел из дома 63 года. Опять, вы видите, мы с Эдероламом идя ретроспективно, то есть 130 лет Якова минус 39 Йосеф, а у нас получается 91, минус 14 лет, когда он работал ножом, 77. Согласно ретроспективному анализу, с Эдеролама, мы получаем, что Яков Авину колодца стоит, когда ему 77 лет приходит к Лавану. Согласно проспективному анализу, у нас получается, что Яков Авину 63 года, когда у него бархай, когда он уходит из дома. Посмотрите, эти две цифры не соответствуют друг другу. То есть, выводы с Эдероламом в данном случае имеют серьезную шероховатость, равную 14 годам. И вот эти 14 лет отсюда и получаются. Вот она, Яшива. 14 лет он провел в Яшиве. Ну, то есть, еще раз говорю, откуда эти 14 лет берутся, они берутся из-за того, что, когда мы считаем одним способом, сначала получается такой возраст, считаем с конца, получается другой возраст, и между этими возрастами разница 14 лет, где эти 14 лет, где они, чего они, они Яшива, они Уэвера и так далее. И в Израиле. Значит, с 14 мы тоже разобрались, откуда мы знаем, что это в Израиле происходило. Может быть, это происходило где-то еще, может, он сначала куда-то пошел, потом туда. У нас есть Масахед Сангедрин традиция. Масахед Сангедрин говорит так, и Масахед Хулин на 91-й странице и Масахед Сангедрин тоже на 95-й странице говорится, что в день, когда Яков Авину вышел из Израиля, в этот же день он пришел к колодцу в Харане. То есть, получается, что вот этот весь период, 14 лет, Яков Авину должен быть в Израиле, потому что он пришел, когда он, мы думаем, 77 лет, когда он находится в Харане, приходит к колодцу, он в этот же день вышел из Израиля. Получается, что все время до этого он был в Израиле. Получается, что эти 14 лет должны были пройти, были проведены в Израиле. То есть, мы с вами показали, что Эвер жил в это время, что мы показали с вами, откуда 14 лет магические берутся, и мы с вами также показали, почему он, откуда делается вывод, что он в Израиле. Если еще раз говорю, если мы предположим, что сестра Ишмаэля, Эсав пришел к колену Ишмаэля, то есть к коленам Ишмаэля, к народу Ишмаэля, к клану Ишмаэля, и там заправлял Новоед, его старший сын, и он выдал свою сестру замуж, то бесспорно понятно, что таких цифровых выводов не будет, и понятно, сколько лет будет Ишив, и вообще, тогда все может быть намного ближе и проще, эти цифры, разница просто между этими цифрами перестает быть. Так или иначе, какой здесь нам небольшой моральный урок есть? Один из моих учителей мне говорил, что слово Мазал, везение, счастье, сейчас мы переводим это как везение и счастье, понятно, что древние евреи переводили это словом планета, движущая звезда, движущая звезда, слово ЗИЛ, двигаться, Мазал, счастье, удача, это аббревиатура трех слов, Маком, Зман, Лилмод, когда у тебя есть место, время, очи, тот везучий, тот счастливый, у которого есть место и время, и время, возможности. В данном случае, если у нас образовалось свободных 14 лет по нашему расчету, самое правильное провести это время в учебе, праведник, еще лучше в Израиль и учить Тору. И, вы знаете, однажды один Рош-Яшива, ныне покойный, Рош-Яшива, Яшива Хофицхайм здесь в Нью-Йорке, задал своим студентам вопрос, он говорил, я понимаю, что Яков Авину 14 лет учился в Яшиве, я никак не могу понять, тогда были все Бнэйноах, что они могли 14 лет учить в этой Яшиве возраст, ну, слишком много получаю, лет на дуру, что там можно было так долго учить. И молодой человек, один ныне довольно большой, Талбин Хахам, Лавин, Шалом Михалашвили, вместе со мной, будучи тогда молодым мальчиком, еще поехал к доктору Гугенхаймеру и задал ему этот вопрос. Доктор Гугенхаймер удивился сначала, потом сказал, в принципе, это очень просто, Бнэйноах должны знать все имущественные законы, потому что и законы, запрещающие грабеж, воровство, то есть все баба-батры, баба-мецы, баба-камы, они должны знать, они обязаны устраивать суды, то есть судопроизводство, поэтому законы свидетельства, законы клятв, законы судей, законы казней, включающие в себя и Масахет-Швот, и Акот, и Масахет-Сан-Эдрин и так далее. Начал перечислять, он говорит, в действительности очень-очень много Масахет-Тот должны были изучать в этой ешиве. Когда тогда еще молодой ешива-бохар Шалва-Михаалашвили сказал своему ныне покойному рож ешиве в Хоббетсхайме, ему этот ответ очень-очень понравился и он его принял. то есть Змаком, Змак, Лилмод, дай Бог, чтобы у всех у нас было время учиться, место учиться, возможность учиться. Кстати, вы знаете, еще какую прекрасную, важную задачу решает автор Седор-Лама вот этими 14 вроде бы неоткуда появившимися годами ешивы. Дело в том, что Якова Варину, когда он уходит от Лавана, перед тем, как уходит от Лавана, у него есть пророчество, что вот ему надо уйти, но в этих пророчествах он видит баранов, спаривающихся друг другу, он видит там ангела, разговаривающие с ним. То есть, ну, человек занимался 20 лет скотоводством там и так далее, пастухом был, и ему в пророчестве видятся бараны. В принципе, это неудивительно. А посмотрите, какое пророчество у Якова Вива, когда он уходит из Эры Цесраэля и идет в Харан. Ночью он видит лестницу, и ангелы Всевышнего поднимаются и опускаются. Ну, бесспорно, только после 14 лет прекрасные ешивы человек видит пророчество в сон, где ни бараны, я не знаю, ни коровы, ни колосья, там, ангелы, то есть сон, который видит Якова Вину в следующей недельной главе, он бесспорно подходит больше всего именно под интерпретацию того, что до этого Якова Вину должен был усиленно заниматься и Шипи. Всем счастья и здоровья. Желаю, чтобы у всех у нас всегда были возможности изучать Тору время и место. В данном случае это интернет, где мы с вами можем изучать вот эти страницы Садарлама. До новых встреч в эфире всем всего самого наилучшего. С вами был Бару Хилабо.